Еще один наш гештальк, назовем это так, это ботанический сад Нонгнуч. Сейчас ехали езжать, когда начали на его территорию, это было потрясающее зрелище. Пока ехали, ребята нам рассказали, что это сад, который был назван, ну вернее, он назван в честь семьи, которая его основала Нонгнуч. Это состоятельные люди просто сделали парк сначала, и вот теперь он добился статуса ботанического сада. Очень красиво. Не знаю, что внутри, но уже очень красиво. Кактусики, бромельки, очень все зеленое, безумное количество адениумов, цикосов, огромнейших налин на въезде. И, в общем, красота. Покупаем билеты, стоимость билета 600 бат, 1800 рублей. 6 на 3, да, 1800, но, наверное, оно того стоит, судя по оформлению, и, честно говоря, наверное, в нынешних реалиях спонсирования никакого нету. Нужно везде всем зарабатывать деньги на... Хочешь красивое место, хочешь, чтобы все было в порядке, тогда не должно стоить, к несчастью. Ну, это моя точка зрения, не претендующая на объективность. О, билетик. Сразу на входе встречает подвесные кашпо. Да, мы поняли, что мы сейчас на открытой местности, что пока бы не поджарится. Он нам по типу мини-фермера. Кто о чем? Кашпо шикардосное. О, елочки из кактусов. Короче, ребята, вы нас отсюда будете вытаскивать насильно. Здесь есть какие-то уникальные виды, не только саговники, еще и голосеменные растения. Хорошо, что это личная коллекция ботсада. Саговники, голосеменные, сюда никого не пускают. Мы пока гуляем по открытой части, пока не от пекла. Но, честно говоря, мне уже жарко. Вот, ой, да, красиво. Вот это тоже замии. Различные виды посадили вот сюда, вот прямо вот здесь. Араукари. Да, Араукари, красота. Подходим к коллекции эвригатных растений. Сейчас посмотрим. Господи, как же красиво. Фикус лировидный, эвригатный. Ой, а вот этими что такое, с желтенькими? Где? Вот это. Или ты не знаешь? Нет, не знаю. Красивое. Красивое. Очень нежное. На ламандо похоже. Но тоже эвригатный. Угу. Ну нет, она такая нежненькая. Это арка из неригелей. А тут у нас пирозия. Которую мы назвали из Пой Таиланд. Мы ее собирали в природе в прошлый раз на Бухукете. Мой любимый муж. Куча тилок, конечно, везде. Тоже вон растения стоят. Блин. Начинаешь понимать, за что любят крупномеры. Посмотрите, какие кусты. Я подемонически рассмеялась. Очередная ферма. Ну это конечно территория Ботсада, но все закрыто безусловно. Там нельзя было зайти. Ну в общем, я бы сказала типичный внешний вид для фермы Таиланда. Пусть мы видели всего две штуки. Ну в общем. Притянка, столы, растения. Тиланси, кстати, в очень хорошем состоянии. В мериделе нет. Тилки в очень хорошем состоянии. Заходим на приватную территорию. Сюда посторонним нельзя. Но если что, мы как обычно не умеем читать. Ну выгонят если что. Ребята просто хотели к оладиуму посмотреть. Ой, какие жирненькие. Все ногами в воде. Здесь притянка, сверху мелкая сетка и там уже разбрызгивание. Я себя чувствую как будто я нашкодивший кот. Половину из этих растений, конечно, я не знаю. Но ничего. Голладиумов очень много красивых. Удивительный мир растений. Осваиваешь одну группу, начинает нравиться другая. И так, наверное, до бесконечности. О, похоже, какая-то интересная ботвина. Может быть и покопа, кстати. Какие-то карксы. Злаки. Наверное, должны. Очень порядок. Ребята, вы только представьте. Вы входите к нам в магазин и у нас вот такая арка из тела. Поливать заколебешься, конечно. Можно пойти, да? Да. Машенька. Машенька. Дреаптери. Ой, я не знаю, какой это. Деформис групп, видишь, тоже. Все-таки его называют. Какие жирнющие. Смотрите, размер какой. Просто конский. Да. Просто на что. Ну, и на фито-дизайн, и на семинар надо садиться. А я вон вижу сельгинеллы. Как всегда. Ох. Ох. Блин, их уже такое количество выкинуто на рынок, и все неопределенные. Ох. Смотрите. Мы ему обещали. Ох. Сейчас приедем и займемся этим. Отвечу что ли? Я не отвечу. Потом, попозже, когда мы зайдем всем дальше. Вон еще сельгинеллы. СПП. Блин. Эритропусы. Ну вот, смотрите, проблема в том, что я, к примеру, эритропус тоже ставлю выращиваться при влажности комнатной. И я раньше все время думала, что у нас какие дефектные растения. А вот чем больше смотрю, тем больше я вижу, что они так и выглядят. Потому что, если ты выращиваешь ее при стопроцентной влажности, она идеальная. Но она сразу, как только приносишь ее в террариум, ей становится плохо. Блин, зачем у нас столько растений? Почему они не могут поделиться? Потому что у тебя угроза. Блин, я не могу. Этот балбитис увидела. Так, слушай, давай-ка мы ее сфоткаем, чтобы точно понять, угроза у нас или нет. Не факт. Потому что они, блин, одинаковые все. Я вот определяю, честно говоря, по картинке в интернете. Хоть бей. Вон эти шикарные. Вон полив. Вот клево, что у них нет светильника. Взял, полил сверху. Пока нас не выгнали, надо делать морду кирпичом. Химионитис и вон. Ну, химионитисы, я смотрю, как везде химионитисы выглядят. Да, одиантум очень красивый. Тоже надо завести. Куда все это ставить? Надо для этого, вот как на гночи. Надо для этого открывать свой ботанический сад. Дренария очень красивая. Так. Флаферафорс. Давали Солида. Там дальше. Несколько давали, прошли. Блин, вот Селегенел. Просто тьма. Какой красивый. О, Пирозия. Блин. Гош, смотри. Варигат на Пирозия. Бернати в Ригата. Вот. Тоже вот на Лингу очень похоже. На Пирозии все похожи. Ну они, да. Просто к тому, что вот без спор, ничего не определишь. Нет. А это Фиджиенсис, наверное. А нет. Трихоманоидис. А вон еще какая-то пектината есть. Сколько же их тоже видов. Вот это очень красивый какой-то. Это Даффи такой? Нифига себе. У нас он вообще не такой. Да. Даффи, по-моему, маленькие. А здесь посмотри. Нет, он высокий, но вот листья у нас точно не такие. Гош, посмотри какой Даффи. Да. Вообще не такой, как у нас. Где? Это? Да. Кардифор. Пирозия односценса. Она у нас тоже есть. Кстати, мы ее точно так же определили, но вы понимаете, что я тоже думаю, что это такое название. Ну не с потолка, конечно, взятое, но вряд ли здесь определяли по спорам. Ладно. Идем дальше разворовывать. Нет, здесь по спорам определяли. Может быть, но неизвестно, да. Агавы. Это козово-казуарина просто такая форма по чему похожа. А это семейство вообще какое? Казуариновое. Казуариновое. Бонсайчики. Но меня поразило. Я просто никогда этого не видела. Может, для вас это обычное дело. Не могу сказать, что это прям красиво в одиночном виде. Но вот когда их галерея... Капец. То, что мы семечку? Нет. Хлопковое дерево. Очень интересная форма. Капец. Прикольно. Говорят, что плоды как эти. Хлопковые коробочки. Смотрите. И оно живое. Сколько же лет это заняло? Это причем азалия. Азалия, да? Да? Угу. Капец. Азалия, наверное, это что, Миша? Ну, я имею ввиду... Офигеть. Сколько лет вы такая штука занимает? Спасибо. Я думаю, года три здесь. Нет. Я думаю, больше. Ну, конечно, понятно, что это и издевательство над растением, но потрясающе. Миша нас просвещает плодоношение саговника. Как странно себя чувствовать глупым. Но, вернее, это приятно, потому что это тебя двигает вперед. Если бы у нас был участок, мы уже который раз об этом думаем, что, наверное, мы бы все-таки крупномеров в море посадили. Ни всяких яблонь. Видишь, она вот... Что-то интересное. Да, Гош? Ну, купим участок здесь где-нибудь в Таиланде и посадим. Ах! Расплюнуть, да? Сейчас вот пойдем после этого бацана и купим. Как раз денег немножко останется. Да. Орегатная пахира. О-о-о, стена кактусов. И вот эти вот... Каждый кактус весом килограмм, наверное, по 30. Я думаю, да. Вот. Чума просто. Сколько им лет, представляешь? Да. Ну, вот здесь мы, скорее всего, не сможем зайти, если здесь машина стоит. Они сейчас подумают. Да, ну... А вонги. А это травы, я смотрю. И фламинго искусственные. Хе-хе-хе. Ну, это такие одновидные. Кстати, просто масштабы. То есть, это же поливать еще все надо. Да, меня вот просто... Мы не можем справиться с 55 метрами наших растений. Хе-хе. А тут... Несколько гектаров. Хе-хе. С ними как поливается. Хе-хе. Вот, смотрите. Открытое солнце. И чуваки поливают растения. Вот. Совершенно им от этого ничего плохого не происходит. Не, ну, они же тоже все равно наши приучать надо. Так нельзя будет. Нас все надо приучать. Они ожог получат сразу. Вот это тоже. Смотрите. Ну, это казалось бы. Хе-хе. Камни. Ну, как это сделано? Кувшинки везде. Знаете, очень хочется поставить около магазина. Еще кувшинок всяких разных. И лесенку с растениями. Ну, просто у нас в этой стране, наверное, это все. Хотя вот хищников у нас не воровали. Они стояли у нас открытыми. Очень, потому что красиво, конечно, завораживается. Это вот для любителей природы и созерцания. О, вот это тоже потрясающе. Мне тут, кажется, все потрясающе. Вот вы масштабы, да? Поймите. Вот, ребята, и дерево. На денюмы. Камни очень красиво подобраны. Если вдруг кто не знает, как делается бонсай. Вот, пожалуйста. Кстати, еще что хочу сказать, что это потрясающе чисто для Тайванда. Здесь, как бы, вообще не очень принято. И это просто для пересадки. О-о-о. Это не корни так сушат? Да. Лучше вставай посередине. Давай. Ты руки вот так вот расставь, как бы ты их держишь. Ага. Да. Отлично. Угу. Вот эти, видишь, кирпичи подкладывает? Пенопластовые. Приподнимает. Сначала их засыпает полностью. Чтобы корни отрастали такие, да? Нет, это не то. Нет. Здесь корни, да. Корни отрастают. Они это, да. И потом снимают, разгребают с них вот это все. То есть, вот это будет утолщение потом. Это будут корни. То есть, это не такая вот история. То есть, они дадут корни боковые, они пойдут вниз. И это будет такой падением на колонне. Прикольно. Интересно. Продают же они их, наверное? Продают. Угу. Купим на подоконниках? Конечно, да. Мне кажется, вот прорастающие жопки. Сейчас пойдем глянем. Еще есть кирпичи? Угу. Вот эти фиолетовые. Угу. Ну, мне кажется, у меня передоснили гелиями уже. Ха-ха-ха. Номерные, да. Вон, они даже подписанные все. 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 Офигеть. У каждого есть имя. Это Вася, да. А это Гоша. Нет, Гоша здесь. Гоша здесь? Нет. Ба-баб. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Очень содержательное описание растений. Ну, что я еще могу сказать? Ну, много народу что видел, а Ба-баб же видел. Я, например, первый раз вижу. Ха-ха-ха. Я видел у своих клиентов в виде... Гошки, короче. Ну, чтобы вы были спокойны, то хлопковое дерево Ба-баб это родственники. О-о-о-о. Они в джалейские похожи. Как тебя уже видели. Хорошо. Гуанадоны. Я в детстве их очень любила. У меня одни такие, кто здесь ходит. Это сад серебристых. Ну, Blue Garden. Угу. 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 Прикольно. Всякие зеропелия. Угу. Можно это обучать людей, кто увлекается на сыновья. Очень любят. О, кронозавр. Один из сыновей очень любит динозавров. Надо будет ему показать. Огромные кактусы. Смотрите, какой малыш пытается его сожрать. Кактус террасный. Ночь Паттайя. Сейчас глянем, что это. Ей-то камни огромные. Зашли в кафешку. Передохнуть, а то очень жарко. Местные лунтики. Экскурсионные автобусы здесь. Смотрите, как будто входим в зоопарк. Совы. Лемура. Зима. Ну перебор, конечно. Полярная сова тоже пришла на водопой. Вон они сидят. Ну все равно красиво. Да, я уже посмотрела, что они прям круглые. Ну, в общем, такой зоопарк. Забавный. Мешанины из животных. Видимо, у них было много лишних фигурок. Какой штаб. Фитинг анимус. Маленький олен. Ага. Пингвинов, кустах. Смотрите. Стадо далматинских. Далматинов. Забавно. Там много клопов. Феропогон. Да. Феропогон, кармона. Феропогон. Да, прям это... Давит на психику, такое количество собак. Феропогон. 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 Гоша сказал снять для мермикиперов. Муравей больше чем мы размером. Ай, Ант Тауя. Башня муравьев. Вон еще. Сейчас. Огромные Что-то там про муравьев рассказывается И вот здесь их куча типа лезет Ну, конечно, животных живых хотелось бы увидеть Сейчас посмотрим Миллиончики Лист саговника, вроде так он мягкий А если резко ударить, он прокалывает кожу Совсем спокойно, до крови Хотя вроде... Да Симвидеумы Направлены вверх Корень Чтоб стекало от носа Оказалось, что я увидела луканоптерис А, нет, это просто какой-то папоротник Что? Церильные листья об латицериума для чего? Латицериума? Чтобы в них кто-нибудь жил? Ну, близко Ну-ка Так обливаются листва Все перегнивает Это, естественно, гор перегнивает Ага, ага Прикольно И у церильных листьев Церильных листьев И у церильных листьев И у церильных листьев Интересно Будем знать Вот сейчас обсуждали Что растения Сами себе могут Накапливать перегной И создавать себе Подушку В которой они растут Какой-то прудик Мы залезли наверх Здесь, кстати, очень много Обзорных площадок наверху Чтобы вы могли идти И любоваться сверху По-прежнему Меня убивают Как мало здесь людей Ну, то есть, они все Сконденсированы В зоне с туманом И с дождями Отдельные личности Как мы, маньячные Бегают, но очень мало Тоже интересно Смотрите, какая длина Сейчас, Мишань Воздушные корни Просто безумной длины И стебли тоже Вот как она закарабкалась Сюда Причем, нет, это не корни даже Это именно стебли Ну, вот это стебель А это корни Тоже стебли, думаешь? Нет, это стебли все, да Корни я не вижу Да? Ну, мне что-то кажется А, может быть, поисковые, да Угу Чего там? А, вот это вот уже корни Это чьи? На культетке Это эпипремно Охренеть Он наверху На самом верху Охренеть Приспособление Чтобы помогать основному стеблю Питаться Питаться Угу Офигеть, какая длина Эндемик в Каукете Погибла, когда было наводнение И больше всего мира Эту пальму собирали потом Чтобы восстанавливать Погуляться Ни фига себе Видите, какие трагичные истории Мы привезли Ну, она что-то плохо очень адаптировалась Пока Окажется, два места остаются Потрегардена Норхидгардена Слоник из горшков Какие итальяны Тунец для арапаймы Ммм, хорошо живут арапаймы Иду Дестиходус Похоже на дестиходус Похоже, да Не факт Может какие-то барбусы подобные Взяли Три фласки Хумламену Две штучки И карамель марвел Качество Отстой Выбрали самые хорошие, что были Попробуем выходить Но не знаю, получится, нет Интересно просто Попробую справиться с ними Но они уже Видят, что они очень долго стоят Очень красивые сделаны штуки Из этих керамических кашпо Все, ребята Вы бы здесь тоже остались жить, правда? Слишком много мест в Таиланде Где останешься жить Вот такие штуки Мне очень нравятся Красиво смотрится просто Очень много Искусственных лягушек Пусть они искусственные Но очень милые Туманчики Прямо здесь клево Сельги мелкие торчат С двух сторон Бромелиевые зоны Фитостены Из Неоригелий Конечно, здесь не хватает цвета Сыновидные горшки Но Все равно Очень красиво Птички сверху Птички сверху Там Ничего не скажем Я вам ничего не понимаю Мне они просто нравятся внешне Очень прикольные Особенно Там была С прицепом Внедорожное кресло Ох Не, ну это Это странная штука Сел с пивом Поехал в лес А мне вот такие Больше нравятся Во мне, наверное Фермер умер Вот Тоже смешная Новенькие Никто на них не ездит Бедненьких Ой, смотри Рено Как у нас Нет? Да Мне кажется Очень похоже Знаешь Самая похожая часть Это значок Хорошая идея Использование Видеть крыш Везде бонсайчики Клопы Смотрите Какие серебристые Листья Там до этого Был Блю Гарден С растениями Такой Необычным К разным листам Колокольчики Наверное Не стоят Потрясающий вид Долины динозавров Очень красиво А здесь Французский Сад А это Леша С Гошей Смотри Здесь Светет пальма Она огромная Светет раз в жизни Да Светет раз в жизни И потом все Погибает Потому что Мне вот эта верхушка Пальма нарастает Только наверх И если венчает Это соцветие Это значит Все Окончание жизни Да А вот эти Пальмы Как я понимаю Тоже или это лист растет? Нет Это лист растет Нет Это лист растет Постоянно И цветут Прикольно Видите Она цветет уже полгода Полгода? Да Мы были получаем Очень много цветет Она зацветала И вот она еще до сих пор цветет Сегодня апрель месяц Если что Она высотой метров 25 Очень огромная Эта вариканская пальма И самое главное Что там огромные листья То есть Сама листовая пластина Она больше человеческого роста И черешок Больше человеческого роста Поэтому Совокупно лист Это метра четыре Нет, наверное, даже больше То есть Это только лист Фигурки сделаны Из коряжек И здесь вот Шикардосный вентилятор Просто огромный Вентилятор Диаметром метра Наверное Двое Потрясающе Ну реально потрясающе Я понимаю Что ездить в подсады Лучше Но учитывая Что это первое Которое мы видим Кроме наших подсадов Это Это очень красиво Вот такие конструкции Понимаете Как люстра Вести Тиланси Казалось Это Тиланси Джунцея А вот огромный вентилятор Мы сейчас под ним Стоим Очень классно А вон там Смотрите Тиланси Уснеоиды Шапки вот такие Казалось бы Всего лишь Какая-то ерунда Какая-то Тиланси Но так убойно смотрится Очень красиво А это шары Из криптантусов Вообще Криптантус Это земляные растения Но их все выращивают Эпифитно Ну вот кстати Здесь они сидят В горшках Ну это не горшки Это не знаю Кокос Суть по всему Ну маленькие Такие обернутые То есть они не просто Висят ребят На этом На шарике На вот этой ткани Парпортниками Сейчас А вот здесь вот Висящий кашко С папоротниками А там наверху Видите Идет постоянное Распыление Через форсунки Высокого давления Систему 100 атмосфер Давление дает Это для охлаждения За счет резкого Испарения воды Здесь температура На 3-4 градуса Пониже Чем наружу Сердечки Висящие корзины